Здравствуйте, коллеги. Мы собираемся начать наш сегодняшний вебинар. Пожалуйста, напишите, поставьте плюсик, если вы меня слышите нормально, если вы меня видите нормально, если что-то не так, пишите, пожалуйста, в чат. Я надеюсь, что все благополучно будет. Ну вот видите, как благодаря этому небезызвестному коронавирусу, то, возможно, вебинар – это самая подходящая на сегодняшний день площадка для общения докторов на пропавленном районе. Я только к себе вижу. Я тоже вас и до этого не видел, они все видят плюсик и ставят. А вы не будете про это? Да, наукности. Я надеюсь, что сейчас небольшие технические вначале, как обычно, сложности у нас существуют. Но я надеюсь, что сейчас все благополучно, продолжайте ставить плюс и минусы. Если все хорошо, то плюс, если что-то не так, то минус. Мы постараемся быстренько сейчас все исправить. Ну, что хочу сказать. Да, еще раз меня зовут Дарья Никита Юрьевич. Я главный врач термологического центра зрения в Петербурге. Ну, в Петербурге все наши клинику хорошо знают. Те, кто к нам подключился из других регионов, возможно, в ближайшее время узнают лучше, чем на сегодняшний день. Ну, по крайней мере, наша клиника специализируется на заболеваниях сетчатки и стекловидного тела. Центр новых медицинских технологий – это наш образовательный проект, который мы создали на базе нашей клиники зрения для того, чтобы заниматься как раз образовательной деятельностью. Я надеюсь, что сегодня наш вебинар будет для вас очень полезен. И для тех, кто делает первые шаги в оптической кондерентной каминографии, и для тех, кто считает себя специалистом в этой области, в любом случае, я уверен, что это будет для вас полезным. Хочу сразу сказать, что следующий наш вебинар планируется 28 апреля. Его будет проводить наш тоже сотрудник, лектор Арсланов, Илья Маратович, по очень интересной теме «Анеративная афтальмопатия». Этот вебинар будет ладный, но цена будет доступна, и на сайте Центра новых медицинских технологий вы всегда сможете уточнить расценки и записаться на этот вебинар. Ну а сегодня вот эти шаги к правильной интерпретации ОКТ-снимков сетчатки вы сделаете с нашим сотрудником. Когда я передаю слово Анастасии Николаевне, ждать ваших вопросов, вы можете их задавать или по ходу вебинара, мы будем модерировать все эти вопросы, или в конце вебинара вы сможете в чате задать эти вопросы. Да, и еще самое главное, собственно, что я хотел сказать, это то, что попросить вас проявить активность, подписывайтесь на нас в YouTube, ссылку вы увидите сейчас в нашем общем чате, потому что это очень важно. Мы собираемся разыграть в ближайшие недели или две вот эту замечательную книгу по оптической когерентной томографии под редакцией Дакера. Это превосходное издание с цветными иллюстрациями, которые содержат исчерпывающую информацию по оптической когерентной томографии для тех, кто начинает разбираться в этом вопросе. Это прекрасная книга. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в YouTube, и мы ее будем разыгрывать. Все, передаю слово Анастасии Николаевне. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Дайте, пожалуйста, обратную связь, как меня слышно. Меня зовут Панфилова Анастасия Николаевна, я врач-офтальмолог Санкт-Петербургского офтемиологического центра зрения. На сегодняшнем вебинаре мы с вами разберем пять шагов, которые помогут научиться правильно интерпретировать ОКТ-снимки сетчатки. На сегодняшний день оптическая когерентная томография – это стандарт диагностики целого ряда заболеваний сетчатки. И без ОКТ невозможна нормальная интерпретация, невозможна адекватная оценка и оценка эффективности лечения целого ряда заболеваний сетчатки. ОКТ-приборы на сегодняшний день и даже в количестве нескольких штук представлены во многих офтальмологических клиниках. И на сегодняшний день навык интерпретации – это необходимость для каждого офтальмолога. Сегодняшний вебинар будет достаточно обзорным и полезен. Он будет интересен в основном для новичков в оптической когерентной томографии, для тех, кто только начинает работать с приборами, для тех, кто хочет научиться самостоятельно понимать те исследования, которые получает от других докторов. И задача нашего вебинара – не разобрать отдельно какие-то патологии сетчатки, а проговорить азы, начиная с нормальной анатомии и с ошибками, которые на нормальной анатомической структуре можно интерпретировать как патологический очаг, разобраться в шаблонах сканирования, понять, как их нужно использовать, научиться оценивать качество исследований, разобраться в самой распространенной терминологии, общепринятой международной, и оценить полученные данные применительно к необходимости и неотложности в лечении. Мы приступим к первому шагу – к нормальной анатомии. На этом шаге мы остановимся достаточно подробно. Это имеет принципиальное значение. Непонимание нормальной анатомии значительно способствует пониманию зарегания патологических изменений, которые можно визуализировать на ОКТ. С развитием метода оптической клиентной томографии и появлением спектральных ОКТ удалось визуализировать новые структуры на срезе заднего отрезка, которые на приборах, работающих во временной области, это первые три поколения приборов Stratus фирмы Carl Zeiss, визуализировать не удавалось. В результате возникла необходимость в создании единой общепринятой терминологии. И по результатам работы международной панели по науклатуре оптической коверентной томографии, которая была сформирована из группы экспертов в 2014 году, на сегодняшний день на среде заднего отрезка сетчатки можно визуализировать 18 структур. Мы разберем каждую подробнее на примере другого рисунка. Первую линию, которую можно визуализировать на срезе сетчатки, это линия задней геолоидной мембраны. И задняя геолоидная мембрана может прилежать к нейроэпителию на различном протяжении, в зависимости от ширины этого протяжения. Если это ширина больше 1500 мкм, это примерно такое расстояние, то есть диаметр дискозрительного нерва, то такая адгезия или прилежание называется широкой. Если площадь этой прилежания меньше 1500 мкм, то такая адгезия называется фокальной. Между задней геолоидной мембраной и самим нейроэпителем располагается ретро-геолоидное пространство. Далее следует сам нейроэпители, который в соответствии с гистологической структурой, на оптической коверентной томографии, также визуализируем мы в виде слоев, который имеет различную рефлективность. Рефлективность слоев – это отразительная способность слоя. Рефлективность слоев зависит от того, как и будут структуры в сетчатке. Если структура располагается горизонтально, то такие слои будут высоко рефлективны, гиперрефлективны. Если структура располагается вертикально, то такие слои будут низко рефлективны. Начнем с самого гиперрефлективного и яркого слоя. Это слой нервных волокон сетчатки, который имеет наибольшую рефлективность среди всех слоев за счет своего строго горизонтального хода. А также к высокорефлективным слоям, имеющим горизонтальный ход, относятся внутренние и наружные плексифорные слои, которые образованы переплетением дендритов и аксонов биполярных клеток с ганглиозными, если мы говорим о внутреннем плексифорном слое, и дендритов и аксонов биполярных клеток с фоторецепторами, если мы говорим о наружном плексифорном слое. Ядерные слои, которые образованы ядрами дворярных клеток фоторецепторов за счет вертикального хода структур, как я уже говорила, имеют низкую рефлективность. Также слои ганглиозных клеток относятся к ядерному слою, но для него характерна средняя рефлективность. Здесь следует сказать, что оценивать снимки ОКТ следует именно в черно-белом цвете, а не в псевдоцветах, так как псевдоцвета не дают избыточную рефлективность и значительно ухудшают визуализацию мелких клеток. Следует подробно остановиться на уровне наружной сетчатки, а именно на уровне наружного ядерного слоя, который, как мы видим, на гистологическом срезе представлен не только вертикальными структурами, которые, как и положено вертикальным структурам, должны быть гипорефлективны, но и горизонтальными структурами, то есть отростками ядер фоторецепторов, которые идут в радиальном направлении под некоторым наклоном и называются слоем Генли. За счет вот этого наклона в радиальном направлении, если источник от прибора, если источник света падает строго, прям визикулярно, то в горизонтальных срезах мы этот слой визуализировать не будем. Если расположить источник света так, например, сместить его от центра зрачка, чтобы лучи падали под некоторым наклоном, то, как и положено горизонтальным структурам, свой волонг Генли становится виден. Это видно только на горизонтальных сканах. Поэтому данную анатомическую особенность не нужно интерпретировать как какое-то патологическое изменение рефлективности на уровне наружных отделах. Перейдем к другому слайду. Далее после фоторецепторов следуют четыре очень важные гиперрефлективные линии, которые в центре фобии имеют важное функциональное значение. Повреждения на уровне этих линий, как правило, вызывают снижение остроты зрения, достаточно выраженные, вызывают жалобу пациентов. Первая линия, которую мы визуализируем, это линия наружной пограничной мембраны, она достаточно тонкая, разделяет линия наружной пограничной мембраны и ядра фоторецепторов от их сегментов, палочек или колбочек. Сформирована наружная пограничная мембрана отростками клеток Мюллера. Далее следует ярко выраженная гиперрефективная линия эллипсоидной зоны, которая разделяет сегменты фоторецепторов на внутренние и наружные отделы. Раньше эта линия так и называлась, линия сочленения внутренних и наружных сегментов фоторецепторов. В зарубежной ретилатуре часто вы можете встретить другое название этой линии, фоторецептор интегризилайн или пил. Зарубежные клиницисты предпочитают использовать больше это название, так как оно лучше отражает назначение этой линии, чем термин морфологический эллипсоид. Внутренние сегменты фоторецепторов называются зоны миоида. Вообще термин миоид и эллипсоид это общепринятые в биологии термины, которые описывают строение фоторецепторов животных и человека. И у амфибий на уровне внутренних сегментов фоторецепторов располагается мощный сократительный аппарат, который ориентирует фоторецепторы к свету. У человека такой функции, естественно, нет. Но, тем не менее, исторически название этой зоны сохранилось. Продолжение следует... Так, сейчас у меня видно, слайды обновились. Так, я думаю, что продолжаем. Далее следует слой наружных сегментов фоторецепторов, и за ним более тонкая, менее различимая линия, зона сочленения, которая формируется в результате контакта наружных сегментов фоторецепторов с отростками клеток пигментного эпителия. Раньше эта линия называлась мембраной верхового. Также можно встретить другое название этой линии, линии вершин колбочек, конс-ауто-сегмент типс-лайн, кост. Особенностью наружных сегментов фоторецепторов в центре фовия является то, что вследствие функционального назначения эта линия в фовии может оказаться более толстой из-за того, что здесь колбочки будут сконцентрированы и более высокими. И не следует это интерпретировать как какое-то патологическое изменение наружных сегментов. Вернемся к предыдущим слайдам. Далее следует комплекс пигментной эпителии мембраны бруха. При этом мембрана бруха в норме отдельно не дифференцируется. В случае, если есть какие-то патологические изменения пигментного эпителия, например, его отслойка или формирование атрофии, тогда мембрана бруха дифференцируется. Далее отступят комплексы пигментной эпителии мембраны бруха. Следует достаточно тонкий слой хориокапилляров, примерно на 60 микрометров в глубину. За ним следует слой средних и крупных сосудов хороидеи, сатлера и галера. Соответственно, который представлен в виде гиперрефлективных овальных или округлых очагов с гиперрефлективным содержимым. И там, где эти очаги примыкают к зоне такой гомогенной рефлективности, эта зона называется склер-хороидальное сочинение. На этом слайде показан пример того, как по ходу слоя нервных волокон сетчатки можно с легкостью определить, какой глаз перед вами, если по каким-то причинам нет обозначения на распечатке, какой глаз снят. Таким образом, для правого глаза ход слоя нервных волокон сетчатки мы будем наблюдать справа, для левого глаза будем наблюдать слева. Также следует сказать о уровне залегания сосудистых сплетений. Поверхностное сосудистое сплетение, на уровне которого располагаются крупные ретинальные сосуды, находится в слое нервных волокон сетчатки и на уровне слоя ганглиозных клеток. На этом уровне будут располагаться такие патологические изменения, как ватные эксцидаты, интерритинальные геморрагии, микроаневризмы, телеангиоктазии, интерритинальные сосудистые аномалии. Глубокое сосудистое сплетение залегает на уровне внутреннего ядерного слоя и наружного плексифорного слоя. Внутреннее сосудистое сплетение можно визуализировать только на снимках ангиоокт. На данном уровне будут располагаться такие патологические изменения, как твердые эксцидаты, микроаневризмы, ретинальная ангематозная пролиферация. Вижу тут, что просят показывать указкой уровни залегания, но давайте еще раз повторим, поверхностное сосудистое сплетение будет располагаться на этом уровне, как мы видим, это слой нервных волокон сетчатки и слой ганглиозных клеток. Глубокое сосудистое сплетение будет располагаться на этом уровне, уровне внутренних ядер и наружном плексифорном слое. Также существует разделение сетчатки на внутреннюю и наружную. К внутренней сетчатке, это отмечено синим цветом, относится слой нервных волокон сетчатки, слой ганглиозных клеток, внутренний плексифорный слой и внутренний ядерный слой. К наружной сетчатке относится то, что залегает между пигментным эпителием и внутренним плексифорным слоем. Таким образом, анатомические сосудистые заболевания сетчатки, что связано с расположением сосудистых сплетений, будут располагаться именно на уровне внутренней сетчатки. А если в целом обобщить хориидальная патология, будет вызывать патологические повреждения на уровне наружной сетчатки. Переходим ко второму шагу – шаблоны сканирования. Принципиально они одинаковые во всех приборах, и разделить шаблоны сканирования можно на кубические объемные сканы, это куб макулярной области и куб оптического диска, и сканы высокого разрешения, HD-сканы, которые могут иметь различный паттерн, они могут быть линейными, они могут быть растровыми, состоящими из разного количества линий, они могут быть перекрестными и радиальными. Что означают эти цифры в кубах? Они означают то, что куб сформирован в результате сложения 128 B-сканов, каждый из которых состоит из 121 А-скана. Не видны указки по-прежнему, коллеги? Сейчас видна указка? Хорошо. Эти цифры означают, что макулярный куб складывается из 128 B-сканов, каждый из которых состоит из 512 А-сканов, если мы говорим о кубе макулярной области. Для куба диска, соответственно, куб складывается из 200 B-сканов, каждый из которых состоит из 200 А-сканов. Для сканов высокого разрешения, например, для однолинейного скана, для прибора ЦИРУС, построение одной этой линии происходит в результате усреднения 100 B-сканов, каждый из которых состоит из 1024 А-сканов. Например, для однолинейного растрового скана, перекрестного скана и радиального скана каждая линия строится в результате усреднения 8 B-сканов, каждая из которых строится из 1024 А-сканов. Основными шаблонами сканирования являются объемные кубы и на их основе возможно выполнение как структурного качественного анализа, так и количественного анализа. Если мы говорим о кубе макулярной зоны, то на основе этого куба происходит расчет таких параметров, как толщина нейроэпителия, толщина слоя гонглиозных клеток. На основе объемного скана куба происходит расчет параметров диска зрительного нерва, расчет нейроритинального пояска, расчет толщины слоя нервных волокон сетчатки. Также на основе объемных сканов возможно выполнение и сравнение анализа в динамике, также направленное на анализы прогрессии в случае глоукомы. Сканы высокого разрешения позволяют визуализировать детали достаточно четко и в случае, если не хватает разрешения на сканах макулярного куба, то исследование пациенту может быть дополнено выполнением сканов высокого разрешения. Также зачастую в приборах сканы высокого разрешения имеют большую длину, поэтому могут позволить захватить патологический участок в большем объеме и на большем протяжении. Плюс к этому получить хорошее качество изображения для оценки деталей. Оценка толщины хороидеи должна также проходить на основе сканов высокого разрешения с активацией функции усиления глубины изображения, enhanced depth image. Здесь показано на приборе спектролис исследование, которое выполнено без активации этой функции. И с активацией этой функции мы видим, насколько четче начинают визуализироваться слои, расположенные под пигментным эпителием сетчатки. Расчет толщины хороидеи происходит от линии пигментного эпителя до склеро-хороидального сочленения. И расчет этот мы выполняем вручную. Функция enhanced depth image, усиленной глубины изображения, доступна на приборах спектролис Гигельберг и на приборах Cirrus Carl Zeiss. Если у вас прибор с web source, то исследование без активации специального режима позволит вам получить срез от ветриоретинального интерфейса для склеро-хороидального сочленения. Если у вас прибор не из web source и нет функции enhanced depth image, то выполнение исследования в HD-скане самого высокого разрешения в подавляющем большинстве случаев вам позволит визуализировать хороидею на всю толщину. Во время выполнения сканирования, помимо автоматической ориентации шаблона скана по центру макулярной зоны или по центру диска, что происходит при правильной фиксации пациента на метку внутри прибора, если мы используем внутреннюю фиксацию, я рекомендую всем посмотреть, как выглядит метка фиксации в вашем приборе, для того, чтобы было пациенту проще ориентировать. Шаблон сканирования мы можем сместить на любую интересующую нас зону. И во время выполнения исследования на анфас-осображении глазного дна в инфракрасном цвете также мы можем найти какие-то неожиданные находки и дополнить наше исследование не только проведением сканирования через макулярную зону, но и через какой-то патологический очаг. Также исследования можно выполнять и на периферии сетчатки, при этом для того, чтобы получить лучший доступ к патологическому очагу, нужно просить пациента смотреть в сторону патологического очага, а также поворачивать голову в сторону патологического очага и далее ориентируясь на прокрасное изображение глазного дна, уже ориентировать шаблон сканирования, тот, который вы посчитаете необходимым и лучшим в каждой конкретной ситуации. Переходим к третьему шагу, оценка качества исследования. Выполнение исследования качественно достаточно важно для того, чтобы оценивать как структурные изменения, также и для количественной оценки, что принципиально имеет значение для изменений глоукомных. И начинается проверка качества исследования с силы сигнала. Сила сигнала 6 и выше – это та сила, которая достаточно для того, чтобы получить достаточно качественное изображение структуры и достоверные данные по количественному анализу. Сила сигнала 5 и менее уже может приводить к потере структурных элементов и к недостоверности количественных расчетов, а при глоукоме качество исследования меньше 5 из 10 делает количественный анализ недостоверным. В случае анализа структуры макулы на силе 5 из 10 сигнала, в принципе, можно визуализировать патологические изменения. На этом слайде показано сравнение двух исследований, выполненных с разной силой сигнала. Хоть здесь силы сигнала и 7 из 10, казалось бы, достаточно, но все равно мы видим, насколько теряется структурность сетчатки и что произошло с количественным анализом. Помимо того, что здесь произошли еще и ошибки сегментации, мы видим, что структурных изменений никаких не произошло. При этом программное обеспечение прибора нам пишет, что произошло истончение структур. Таким образом, здесь мы можем сделать такую поправку в описании, что данные количественного анализа недостоверны. Переходим к артефактам. Артефакты способны вносить негативное влияние как на качественный анализ, так и на количественную оценку исследований. Артефакты могут возникать в результате каких-то погрешностей во время выполнения исследований, в результате поведения пациента и в результате ошибок программного обеспечения прибора. Начнем мы с артефакта инверсии, зеркального артефакта. Такой артефакт возникает в ситуации, когда сканируемая область, она выходит за пределы так называемой нулевой линии задержки прибора, в результате чего на снимках мы начинаем визуализировать перевернутые или частично перевернутые изображения со снижением сигнала, что, например, может наблюдаться на практике, если прибор слишком близко расположен к глазу, либо если есть такие изменения патологические, как высокая близорукость, ретиношизис. Также при астероидном геологии можно наблюдать данный артефакт. В этом случае выше расположенное помутнение в стекловидном теле вот так вот зеркалит на структурное изображение нейроэпителия. Если данный артефакт связан не с положением прибора по отношению к глазу, то есть если не слишком близко он расположен, то этот артефакт можно его избежать. Но если это связано с анатомическими особенностями, например, высокая близорукость, то избежать появления такого артефакта может быть достаточно сложно. Артефакт виньетирования связан с тем, что тень радужки приводит к тому, что пропадает сигнал на какой-то из сторон изображения. Избежать этого артефакта можно просто сместившись чуть дальше от края радужки во время выполнения исследования. Артефакт усреднения – это специфический артефакт, характерный для сканов высокого разрешения. И появляется этот артефакт в результате того, что на результирующую картинку в результате усреднения попадает какой-то из сканов, которые находятся в другой области сканирования. И происходит это в результате того, что во время выполнения сканов высокого разрешения пациент двигает взглядом. В результате чего мы, как и в этом случае, например, можем получить наложение на фавиальный срез Б-скана с области, которая находится, скорее всего, здесь где-то парафавиальная. В результате чего мы получаем такую картину, имитирующую преритинальную геморрагию, чего на самом деле нет. Также артефакт усреднения приводит к тому, что можно видеть размытость, нечеткость структуры нейроэпителия или появление рябьи и крапчатости. Если мы видим такой артефакт, то исследование нужно переделать и не нужно интерпретировать такое изменение, как какое-то специфическое изменение структуры нейроэпителия. Например. Артефакты движения и мигания достаточно хорошо и легко распознаются. И артефакт мигания на анфас изображения глазного дна визуализируется в виде черных полос на структурный ОКТ в виде отсутствия сигнала. Артефакт движения на анфас изображения глазного дна визуализируется в виде серых полос резкого смещения хода сосудов на структуру МКТ в виде такой вот прерывости стебляскана. Если мы видим, что есть такие артефакты, то необходимо переделать исследование, особенно если это исследование диска зрительного нерва, потому что такие артефакты критически влияют на количественную оценку. Сейчас видна указка, коллеги меня слышно? Артефакты плавающих помутнений достаточно хорошо видны во время выполнения исследования и на анфас изображения глазного дна. На структурные ОКТ они дают такой эффект затенения, что приводит к тому, что снижается силой сигнала изображения, либо если это помутнение достаточно плотное, то может вообще отсутствовать сигнал. Избежать такого артефакта во время выполнения исследования можно, попросив пациента подвигать взглядом в разные стороны для того, чтобы пытаться смахнуть этот артефакт из области сканирования. Ошибка выравнивания. Ошибка выравнивания возникает в результате того, что программное обеспечение в процессе анализа неправильно выравнивает, неправильно находит ориентиры анатомические. Например, как показано на этой распечатке, здесь программное обеспечение прибора неправильно определило расположение центра фовия, в результате чего данные количественные анализы будут, естественно, недостоверны. Также на этом слайде прибор неправильно определил положение диска зрительного нерва, в результате чего всем этим количественным показателям мы доверять не можем. Как можно избежать такой ошибки? Ну, если исследование в остальных аспектах выполнено качественно, то можно просто сместить этот шаблон на нужную зону, а также переместить можно шаблон диска зрительного нерва, в результате чего программное обеспечение автоматически все пересчитает и в принципе можно получить, в принципе уже таким данным можно будет доверять. Ошибка сегментации. Ошибка сегментации связана с тем, что прибор неправильно определяет и выстраивает линии, между которыми происходит расчет параметров. Например, на этом слайде показано, что прибор выполнил правильную сегментацию по внутренней пограничной мембране в обоих случаях, но вследствие структурных изменений пигментного эпителия выравнивание по линии ПЭС произошло по-разному. В результате чего программное обеспечение нам выдало, что есть утолщение. Естественно, таким количественным данным мы доверять не можем. Также пример расчета толщины слоя ганглиозных клеток. В этой зоне над дружиноидной слой пигментного эпителия, в общем, прибор выполнил неправильную сегментацию по слою ганглиозных клеток, а в этом случае из-за выраженных изменений нейроэпителия вообще выделить границы слоя ганглиозных клеток затруднительно, поэтому данным расчетам количественным мы доверять не можем. Внепорядковая ошибка. Эта ошибка связана с тем, что во время исследования прибор либо был слишком близко к глазу, либо был слишком далеко от него, в результате чего из области сканирования выпадает какая-то часть изображения. И, соответственно, если это на уровне пигментного эпителия или хроидеи, мы можем что-то пропустить, либо на уровне витрио-ретинального интерфейса. Поэтому во время выполнения исследования нужно ориентировать срезы ОКТ таким образом, чтобы срез попадал максимально широко от витрио-ретинального интерфейса до хроидеи. Давайте разберем отчет анализа макулярного куба с прибора ССОКТ. Начнем с этого окошка. В этом окне показано из инфракрасное изображение анфас глазного дна с наложением шаблона сканирования и наложением карты толщины, где цвет указан в микрометрах, и то, что в красном и белом цвете показывают утолщение, то, что в голубом цвете показывают истончение. В окнах ниже мы видим структурное изображение глазного дна в соответствии с линиями сканирования. Это горизонтальная линия, горизонтальный скан. Это вертикальная линия, вертикальный скан. В этом окне мы с вами видим наложение сетки ETDRS с цифрами расчета в каждом сегменте средней толщины каждого сегмента. Наложение цвета в данном случае является сравнением с нормативной базой данных прибора. И зеленым цветом обозначается то, что находится в пределах нормальных значений. Желтым, светло-желтым и розовым цветом обозначается то, что выходит за пределы нормальных значений в сторону утолщения. Ярко-желтым и красным цветом указывается то, что уходит за пределы в сторону истончения. И желтыми цветами обозначается то, что лежит близко к границе нормы, красными цветами то, что значительно выходит за ее пределы. В этом окне показано УКТ-анфас изображения глазного дна. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь мы видим, что выравнивание произошло по пигментному эпителию сетчатки. И мы видим, что здесь все ровно, что соответствует структурной УКТ. Что касается этой сводки, наиболее, наверное, нужной цифрой числом будет подсчет толщины центрального подполя. Это расчет средней толщины нейроэпителия в пределах 1 мм центра фовия. Переходим к терминологии. Начнем с терминологии, которая позволяет быстро описать расположение патологического очага по отношению к центру фовия. При наложении сетки ТЗРС на глазное дно, которое из себя представляет три круга, окружностью 1 мм, 3 мм и 6 мм, то, что будет расположено в кольце между 1 и 3 мм, будет располагаться парофавиально. То, что будет расположено в кольце от 3 до 6 мм, то будет расположено перофавиально. Достаточно удобно пользоваться. Например, можно с легкостью описать расположение очага как расположение в нижнем отделе парофавиально. На этом слайде я постаралась привести наиболее часто используемые, распространенные терминологию, более часто встречаемых патологических изменений. Этот список, конечно, далеко не самый полный. Давайте пройдемся по каждому термину. Дефект эллипсоидной зоны. Дефект эллипсоидной зоны можно при различных состояниях наблюдать. И если мы его видим, то обязательно нужно его описывать, особенно если этот дефект эллипсоидной зоны располагается в центре фовия, потому что этот дефект будет объяснять значительное снижение зрительных функций и жалобы пациента. В данном случае мы видим ярко выраженный дефект эллипсоидной зоны может быть эллипсоидной, может быть фиброваскулярной. И, еще раз повторюсь, отличительная особенность от слойки – это элевация линии пигментного эпителия и расщепление ее с мембраны бруха. Так, слайд на низ. Продолжаем. Атрофия пигментного эпителия сетчатки характеризуется резким перерывом хода линии пигментного эпителия и в той или иной степени выраженности изменениями наружной сетчатки, в результате чего возникает эффект обратного затенения, в результате того, что сканирующий луч проникает более глубоко и становятся лучше визуализируемы сосуды хороидеи. Субретинальная жидкость. Также синонимом ее может быть отслойка нейроэпителия. Но чаще и корректнее использовать все-таки термин субретинальная жидкость. Наличие субретинальной жидкости можно встретить при различных состояниях. Это может быть, как в этом случае, центральная сирозная хороидеи на поте, это может быть субретинальная мембрана, это может быть кистозный макулярный отек в виде субавилляльной отслойки нейроэпителия. И характеризуется субретинальная жидкость появлением между фоторецепторами и линией пигментного эпителия гиперрефлективного пространства. Здесь мы его наблюдаем в случае центральной сирозной, здесь его наблюдаем в случае субретинальной мембраны и здесь в случае кистозного макулярного отека. Интрретинальная жидкость. Интрретинальная жидкость характеризуется появлением в толще нейроэпителия округлых или овальных гиперрефлективных полостей. Если эти полости заполнены жидкостью, то они будут гиперрефлективны. Если, например, в них появляется эксудат или кровь, то рефлективность полостей может меняться. Интрретинальная жидкость появляется при реложительных состояниях, например, это влажная форма ВМД, это диабетический отек, это окклюзионные отеки. Субретинальный гиперрефлективный материал. Субретинальный гиперрефлективный материал будет также располагаться как и субретинальная жидкость между фоторецепторами и пигментным эпителием. Наблюдать мы можем наличие этого материала при субретинальных мембранах в результате формирования субретинального фиброза и при псевдовизиолифорной дистрофии взрослых. В случае, если это субретинальная мембрана, то важное значение имеет описание этого субретинального гиперрефлективного материала как аморфного, то есть имеющего такие размытые, нечеткие границы, что будет говорить о том, что протез активен и консолидируемый. В этом случае здесь еще не очень консолидированный этот материал, но во всяком случае происходит его консолидация, что говорит о том, что затухает активность субретинальной невоскулярной мембраны. Интерретинальные гиперрефлективные фокусы – это мелкие точечные фокусы, которые могут располагаться на разном уровне в толщине репетелия. И также они наблюдаются при различных заболеваниях впервые, они описаны при диабетической ретинопатии. Встретить их можно при ВМД, при эквизионных отеках, при ЦСХРП, при увеидных отеках. И представляют они из себя скопление клеток микроглии, скопление липидов, липофусцина. Если они, скажем, скапливаются, они, собственно, формируют твердый эксудат, а когда они скапливаются вокруг крупных кистозных полостей, то такой симптом называется симптом жемчужного ожерелья. Тубуляции наружных отделов сетчатки. Это овальные лиовоидные формы округлой очаги на уровне наружных отделов, которые говорят о далеко зашедшем нейродегенеративном процессе. Гистологические тубуляции наружных отделах из себя представляют окольцованные, разрушенные фоторецепторы, окольцованные наружной пограничной мембраной. Эперитинальная мембрана. Эперитинальная мембрана визуализируется в виде усиления рефлективности внутренней пограничной мембраны. Эперитинальные мембраны могут плотно приближать к нейроэпителию и в результате своего натяжения тангенциальной тракции приводить к его утолщению. Они могут отставать от нейроэпителия, формируя волнообразную или пилообразную деформацию. Могут значительно, в результате тангенциальной тракции, менять структуру нейроэпителия и вызывать шизистные изменения, как в этом случае на уровне слоя нервных холокон сетчатки. Ламиллярный разрыв характеризуется появлением разрыва эперитинальной мембраны фовия и формированием такого ламиллярного дефекта в виде зарубки в толщи нейроэпителия, при этом слой фоторецепторов не затрагивается. Полное мукулярное отверстие характеризуется сквозным дефектом нейроэпителия. В задачи нашей лекции не входит описание стадии разрыва. Главное, что это характеризуется полным дефектом через все слои нейроэпителия, в отличие от ламиллярного разрыва, где мы будем визуализировать только такой дефект в виде зарубки. Витриемокулярная адгезия и тракция. Витриемокулярная адгезия характеризуется прилежанием с задней геолоидной мембраны к нейроэпителю без формирования вертикальной тракции. Как мы уже обсуждали вначале, эта адгезия может быть, как в этом случае, фокальной, потому что протяженность адгезии меньше 1500 мкм. 1500 мкм – это примерно вот столько. И адгезия может быть широкой, если бы в этом случае загеомонгазировалась более широко. В ситуации, когда возникает натяжение задней геолоидной мембраны нейроэпителя, уже формируется тракция. И такую ситуацию называют петриоритинальной тракцией. Переходим к оценке необходимости и неотложности лечения тех находок, которые мы видим на ОКТ. На данном снимке представлено полное макулярное отверстие с витриумакулярной тракцией. Такая ситуация, безусловно, является показанием для неотложной хирургии, потому что именно на этой стадии еще возможно сохранить пациенту достаточно высокие зрительные функции. Данная ситуация, фокальная витриумакулярная адгезия с формированием псевдокистозного псевдокисты. Если у пациента нет в анамнезе напарном глазу макулярного отверстия, в этом случае мы можем пациенту предложить наблюдение, можем предложить в плановом порядке витриоритинальную хирургию, а также, так как в данном случае адгезия фокальная, фармакологический витриолизис, но он недоступен в нашей стране. В ситуации ламиллярного разрыва пациент вряд ли будет предъявлять какие-то жалобы и не знать о том, что у него есть какое-то изменение, и находка эта может быть совершенно случайной. Ситуация ламиллярного разрыва – это ситуация доброкачественная, она требует наблюдения. В случае обнаружения субретинальных новоскулярных мембран пациенту показанное лечение ингибиторами ангиогенеза и откладывать это лечение не стоит, потому что это в итоге может привести к необратимой выраженной потере остроты зрения. В данном случае появление субретинальной жидкости вследствие центральной сирозной хуриуретинопатии требует дообследования, и уже по результатам дообследования мы пациенту можем предложить либо наблюдение, либо лечение в виде фокальной лазеркоагуляции точек просачивания, фотодинамической терапии. И если мы находим, например, хореидальную новоскуляризацию, то пациенту показано выполнение интервитериального введения ингибиторов ангиогенеза. В ситуации диабетического отека, в данном случае высокого, с захватом центрофовия без тракционного компонента, как первая линия терапии, показано выполнение ингибиторов ангиогенеза. Но лечение, в отличие от субретинальных мембран, на какое-то время может быть отложено, потому что диабетический отек не вызывает такого агрессивного и быстрого снижения зрения. Спасибо вам за внимание и за интерес к лекции. И на этом слайде представлены все наши контакты, также нашего образовательного центра, где можно узнавать информацию о всех наших циклах. Мы вас всех приглашаем, будем очень рады вас видеть. Также можно писать мне на почту, я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы. И, пожалуйста, задавайте вопросы, которые у вас возникли, отвечу на них обязательно. Спасибо вам, коллеги, за внимание и интерес к нам. Ну что, Стаси Николаевна. Все? Спасибо. Все? Ну вот расскажите... Скажите... А, вы не спрашиваете. Вы мне прошу. Пока спрашивают вопрос. У вас же опыт работы на самых разных приборах. Я имею в виду... Потому что, да. На разных помокровах. Какие-то есть принципиальные отличия, которые вы можете советовать тем, кто еще до сих пор не определился с моделью томографа, какой вы можете... Какой нитр для длительности может быть оптимальным на сегодняшний день. На ваш взгляд все-таки учитывая соотношение на качество, которое вы могли бы не давать? Ну, что касается томографов, на сегодняшний день томографы, которые... Томографы новые, они, в общем-то, практически сходны по всем своим характеристикам. Все дают хорошее изображение. Поэтому, на самом деле, выбрать сложно. Но я предпочитаю томографы фирмы Carl Zeiss. Это мое личное предпочтение. Но выбор, конечно, уже зависит от того, что может себе позволить учреждение. На сегодняшний день томографы принципиально друг от друга не отличаются по своим функциям. И довольно сходны. Ну, вот свепсурс приборы. Ну, на свепсурс приборы, конечно, позволяют получить срезы достаточно широкие. На сегодняшний день свепсурс приборы позволяют получить и широкие срезы. Ширина скана может быть 23 миллиметра, что, конечно, очень удобно, если мы хотим захватить какой-то крупный очаг. Это здорово. Но какие-то дополнительные детали свепсурс ОКТ в общем, особенно не дает. Во всяком случае, с появлением свепсурс ОКТ не нашли какие-то новые анатомические структуры, в отличие от того, что случилось, когда появилась спектральная ОКТ. Свепсурс ОКТ – это та же спектральная ОКТ, только с более сложным источником света. В случае молчащей ХНВ, ваша тактика наблюдения, периодичность? В случае молчащей ХНВ, несмотря на каком этапе вы нашли ХНВ, если до этого вы лечили пациента ингибиторами ангиогенеза, например, в режиме 30-экстенд, постепенно увеличивая интервал, и в итоге пришли к тому, что у вас нет активности мембраны, то вы регулярно просто наблюдаете пациента и в случае активации ее снова начинаете его лечение. В ситуации, если вы впервые выявили эту мембрану, то есть вы видите, например, на структурном ОКТ, что есть зона, видите признаки того, что мембрана фиброзирована и нет таких признаков активности, как интро- и субритинальная жидкость, на ангиогенеза визуализируется, сосудистая сеть с признаками ее неактивности. В таком случае тоже пациента можно наблюдать и начинать лечение в ситуации, если мембрана активируется. Следующий вопрос. При полном макулярном разрыве до 1000 микрон витриоретинальные вмешательства делают? Это уже такой разрыв старый, и, конечно, прогноз не очень благоприятный. Есть, конечно, вопросы к витриоретинальным хирургам. Наша задача как диагностов – описать этот разрыв, в общем, обязательно указать, что он большой, что хирургу позволит спрогнозировать результаты хирургического лечения. Ну да, нужно учесть статус пациента, другой глаз, на всяких параметрах. Хотя технически за окрадить на сегодняшний день можно практически любой разрыв. Нужно исходить просто из интересов пациента, поскольку это даст улучшение качества его жизни. На что обратить внимание при подозрении на глоукому и миопии? При миопии достаточно часто возникают проблемы в принципе с дифференцировкой глоукомных изменений и количественным анализом вследствие того, что на фоне стафиломы в области диско-зрительного нерва и нарушения структурных изменений вообще количественный анализ может быть совершенно недостоверен. и в таком случае вообще нет никакого смысла проводить его, тем более провести мы его можем, посмотреть и описать то, что количественный анализ и оценка глоукомных изменений в данном случае будет недостоверна, и не проводить уже эту оценку в динамике, ориентироваться уже в случае миопии на другие параметры, такие как поля зрения, ориентироваться больше на них. Посоветуйте литературу по ангио-ОКТ. По ангио-ОКТ, Бруно Лумброза. По ангио-ОКТ литература в основном на английском языке. Из отечественной литературы можно посоветовать книгу Азнабаева, ОКТ, оптическая коверентная томография и ангиография, АТЛАС. Например, в основном книги на английском языке, которые достойны внимания. Скажите, пожалуйста, возможно ли ваша онлайн-консультация по данным нашего ОКТ? Можно писать мне на почту, я максимально оперативно постараюсь ответить. На почту, скорее всего, удобнее. В каком формате тогда присылать исследование? Просто присылать, не знаю, можно сфотографировать это исследование, можно прислать в формате PDF, так как вам это будет удобно. Если мне, допустим, будет что-то непонятно на фотографии, то я попрошу вас прислать более четкое исследование. Особенности ОКТ-диска. Разница глоукомной атрофии от простой атрофии? Это целая отдельная тема, глоукомные изменения, начальные глоукомные изменения. Это целая отдельная большая тема. И на ОКТ первые изменения, которые возникают при глоукоме, мы визуализируем на уровне слоя гонглиозных клеток сначала, затем уже на слое нервных волокон сетчатки. Есть определенные зоны. Это зона макулярной уязвимости. Это верхний и нижний сегменты уязвимости слоя нервных волокон сетчатки, которые будут в первую очередь повреждаться при глоукоме еще до изменения параметров дискозрительного нерва экскавации и изменения ретинального поиска. Это целая отдельная большая тема. По данному ОКТ-дискозрительного нерва как отличить папилоэдему от псевдопапилоэдема? Псевдопапилоэдема, смотря на фоне чего она возникла, например, если это друзы дискозрительного нерва, которые имитируют отек, то там можно увидеть достаточно определенные признаки. Наличие в толще, например, дискозрительного нерва таких треугольных гиперрефлективных включений, которые, собственно, будут сами друзами. Например, для псевдопапилоэдемы при друзах дискозрительного нерва будет утолщение нейроретинального пояска, при этом параллельно будет наблюдаться истончение слоя нервных волокон в сетчатке, что при отеке или застое дискозрительного нерва наблюдаться не будет и будет одинаково толщен как нейроретинальный поясок, так и слой нервных волокон в сетчатке. Псевдопапилоэдема, Ну, можно во всяком случае, если она связана с дружами диска зрительного нерва или, например, с маленькими дисками, не будет отека слоя нервных волокон сетчатки. Следующий вопрос от Ольги. Должен ли каждый офтальмолог уметь провести оптическую педеринтную томографию? Примерно, как позиционирует каждый гинеколог, должен владеть УЗИ. Ну, навык этот не требует какой-то специальной подготовки. И, в общем, нет ничего плохого, если вы сможете самостоятельно сделать исследование в любой момент, и вам не нужно будет просить кого-то тратить свое время на это. Поэтому, ну, это довольно простой навык, поэтому нет сложности как-то его освоить. Ну, то есть должен каждый день. Ну, да. Ну, чем дальше, наверное, тем это востребование будет исследование. Поэтому, конечно, им нужно владеть так же, как любой офтальмолог владеет в биомикроаптоноскопии или автоноскопии. Какое это отследование при сирозной отслойке? При сирозной отслойке нейроэпителия, если мы подозреваем центральную сирозную холиотинопатию, как было показано у нас на слайдах, ну, в принципе, если мы видим отслойку сирозную нейроэпителия, наличие субритинальной жидкости, которую не можем связать, например, на структурную ОКТ, не можем найти какую-то причину структурную ОКТ, то показано выполнение флюоресцентной ангиографии. Или эндоциангрин ангиографии. Дмитрий спрашивает, имеет ли смысл выполнять 3 загрузочных инъекции при диабетическом мукулярном отеке в случае резорции отека после первой инъекции, или выполнять последующие по мере необходимости? Ну, смотрите, как правило, если стандарты лечения диабетического отека на сегодняшний день это загрузочная доза в виде трех инъекций. Ну, если вы после первой инъекции увидели резорцию отека, то, в общем, в такой ситуации можно оставить пациента под наблюдение. Ну, скорее всего, просто очок был изначально не очень большим, поэтому так хорошо ответил на первую инъекцию. Те инъекции вошли в золотой стандарт, потому что, как правило, после одной-двух инъекций очок сохраняется. Ну, или быстрее рецидивер. Да, да. Следующий вопрос Анна задает. Возможно ли по данному ОКТ определить причину отека? ВМД это или сахарный диабет? Да, конечно. Именно по ОКТ мы, в общем-то, и не по ОКТ, можно это понять, но по ОКТ мы четко с вами, как уже говорилось, то, что сосудистые изменения будут вызывать, сосудистая патология будет вызывать изменения на уровне внутренней сетчатки, а хороидальная патология на уровне наружной сетчатки. Соответственно, принципиально и кардинально будут различаться картины диабетического отека и картины хороидальной неоскулиризации. Да, при влажной форме ВМД также будет наблюдаться и отек нейроэпителии, могут быть, может быть, отложения ватного эксудата, извините, твердого эксудата, эти гиперэффективные фокусы. Также мы будем наблюдать, например, наличие субретинального материала, изменения пигмента в эпителии, чего мы не будем наблюдать при диабетических изменениях. При диабете не характерны изменения наружной сетчатки. Индира спрашивает, как делать снимки при высоком астигнатизме? При высоком астигнатизме такой вопрос вставал, и даже проводились исследования по отношению, насколько влияет кератоконус, например, на выполнение снимков УКТ. Вы делаете так, как обычно, никаких специальных приемов делать не нужно. Качество может несколько снижаться, но тем не менее, какой-то специальной техники не требуется. Например, при кератоконусе также пробовали надевать на глаз линзу, которая могла улучшать визуализацию КТ-снимков, но фундус линзу надевали, собственно, на глаз, для того, чтобы убрать рефракцию. Но, в общем, развития особого исследования не получили. Делайте, как обычно. Следующий вопрос тут. Будет ли вебинар по оптической контуринентной атоматографии именно дискотеринкного нерва? Я думаю, что обязательно будет. Если есть такой интерес, пишите, пожалуйста, нам в комментариях, где сочтете нужным. Можно на YouTube-канале нашем, можно писать нам на почту все наши контактные данные. Сейчас Анастасия, у нас еще одна Анастасия сегодня с поддержкой технической осуществляет. Благодаря ей, что работает сегодня. Вторая Анастасия сейчас напишет контактные данные, по которым вы можете писать, обращаться, писать о том, что вас больше всего интересует. Мы обязательно ответим на все ваши запросы и сделаем максимально интересным эти сообщения. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Есть ли характерные отличия по данному отчистой керетина-шизиса и отслойке сетчатки? Да, конечно. Это принципиально разное состояние. Слойка сетчатки проявляется в виде отслойки нейроэпители, от линии пигментного эпителия, от ретина-шизис. Это появление изменений шизисных на уровне наружной сетчатки. Ретина-шизис может быть на уровне наружной сетчатки, в виде таких цилиндрических, достаточно повторяющихся полостей, и на уровне внутренней сетчатки, на уровне слоя нервных волокон. То есть ретина-шизис – это расслоение в слоях сетчатки, отслойка сетчатки, это отслойка сетчатки, от пигментного эпителия. Принципиально разная картину. Я правильно вопрос вообще поняла? Думаю, что да. Хорошо. Коллеги, если у вас есть еще вопросы, пожалуйста. Коллеги, если у вас есть еще вопросы, задавайте их, но мы уже потихонечку будем заканчивать. Можно ли скачать презентацию? Продолжение следует... Продолжение следует...